Доброе утро! Сегодня 15 января 2022 года. Старый Новый год мы отметили. Ну так, мы играли ночью в крокодила с соседями. Прошло спокойно, весело. Для нас неожиданно. Обычно мы Старый Новый год не празднуем. Но нас пригласили, мы и пошли. Сегодня не рабочий день для большинства. У меня рабочий, определенные мероприятия по работе. Что-то я вообще уставшая, выдохшаяся. У нас в Харькове штормовое предупреждение. Погода ветреная, снег, дождь. Например, позавчера утром было минус 18. Через день утром уже плюс 2. Вчера вечером ушел дождь. Состояние соответствующее. Если честно, я вчера лягла в 7 вечера и до 7 утра проспала. Укора в совести не чувствую. Но муж остался голодным. Итак, вечером мы идем в кинотеатр. Планируем, билеты мы купили. И здесь хочу сказать. Вот кинотеатр Даффи, который на героев труда. Кто знает, кто не знает. Так вот, там 1000 Зеленского позволяет купить не только билеты, но и товары бара. Через онлайн или, наверное, там можно телефоном оплатить. У нас телефон, к сожалению, не поддерживает бесконтактную оплату. Заказали билеты и параллельно купили попкорн и колу. Без каких-либо проблем. Идем на, если не ошибается память, Король Ричард. Как-то так фильм называется. Очень муж хочет. Покажу вам, как выглядит кинотеатр позже. И оставлю свой отзыв о самом фильме. Всем хорошего выходного дня. Мне хорошего рабочего дня. Вот так как-то. Вот такая у нас речечка есть. Видите, она не замерзла до конца. Значит, на улице не так и холодно. Так выглядит витрина магазина Рошен. Это, если кто не видел, я показала. В принципе, о качестве продукции не буду говорить. Это такое дело каждого. Но вот красочность, яркость, нестандартный подход. Это то, что отличает, в принципе, эти магазины на фоне других кондитерских марок. Для меня стало удивление. Приезжали родственники из Сумской области. Они сказали, что у них там нету таких магазинов. Честно, не знаю, правда или нет. Но вот так. В Харькове их полно. Конечно, их больше стало после того, как определенный человек пришел к власти. Но и после того, как он ушел, в принципе, их количество не изменилось. Вдруг, если кто не знает, хотела купить пирожные. Они достаточно вкусные и свежие. Так вот, завоз с 11 часов. До 11 часов пирожные купить нельзя. И в субботу нет ни одного торта. Вот так. Пришлось брать вафли. Так, ну что, я сегодня отработала уже. Пришла домой, вернее, прибежала. Уже приготовила покушать. Мы покушали. Я очень устала. Мероприятия все прошли весело, эффективно, продуктивно. Но как-то силы на исходе. Или январь так начался. Как никогда. Мы как с 31-го начали гулять. То друзья, то знакомые, то компании, то соседи, то родственники приехали. Если честно, за все 10 дней я так эффективно не реализовывала свое время и возможности. Поэтому, поэтому так. Думала красиво оденусь, накрашусь, накручусь. Но чувствую, сейчас быстренько одеваемся и идем. До сеанса у нас где-то час. А я еще не готова. Ну, посмотрим. Так, ну что, мы в дафе. Нам теперь на четвертый этаж. Мы слегка опаздываем, как всегда. Но, надеюсь, мы успеем. Ну, как всегда, из-за Вити. Так. Наша гонка продолжается. Да. Почему? Ну, все. Я вот так покажу. В принципе, вот так выглянет кинотеатр. Так, ну что, отзыв по горячим следам. Да, говорю тихонько, потому что вокруг люди сидят. Фильм «Король Ричард» вообще бомба. Реально показывает, насколько вера родителей в своих детей может воспитать и сделать человека. Классный, легкий, он не тяжелый. Он показывает борьбу нации за место под солнцем. Главный тезис, который из этого всего взяли, тот, кто не планирует, в принципе, не имеет ничего. Это реальная история о двух мировых теннисистках, Винус и Селен, если не ошибаюсь. Так что, в принципе, рекомендую к просмотру. Мы еще плачем, потому что в конце были реальные кадры, и реально мы расплакались. Поэтому всем смотреть, всем спасибо.